друзья сегодня мы проведем очередные несколько экспериментов и узнаем что опытные водители добавляют в бак своих автомобилей и для чего это нужно в общем поехали работая в автосервисе слышал много различных историй от водил с опытом чего они только не заливали в бак своих машин и ацетон двухтактное масло спирт медный купорос в общем все что можно было найти в хозяйственном магазине многое из этого всего мы с вами уже тестировали и получали определенные улучшения ну то есть поднималась компрессия улучшалась динамика но вот эффект не всегда был долгим и главное чтобы такими способами не пользовались перекупы конечно при покупке машины на вторичке определить пользовался ли владелец такой смесью практически невозможно но что точно обязательно нужно узнать так это историю регистрации отчеты о дтп увидеть прежние объявления и сравнить пробег для этого я каждый раз когда выбираю авто для новых проектов иду на дром и там нахожу всю информацию благодаря подробным отчетам на дроме мне удавалось найти хоть и не новые машины но с минимальным пробегом одним владельцем и чистой историей а если вы как и я планируете в скором времени продавать авто или искать новое то идите на дром ссылка на скачивание будет закрепленном комментарии в общем различные добавки в топливный бак мы с вами уже тестировали его только совершенно забыли про дизельное топливо и про самую обычную воду и начать я думаю нужно именно с соляра как вам известно дизелюги на порядок мощнее чем бензиновые двигатели и связано это не только с более высокой степени сжатия но также дизельное топливо скажем так более калорийное но то есть выделяет больше энергии при сжигании чем обычный бензин а еще соляра менее подвержена детонации и соответственно как и ацетон может поднять октановое число бензина но это только в теории хотя поскольку от соляра очень хорошо смешивается с бензином можно провести такой эксперимент и понятие добавит ли она мощности двигателю так что давайте пробовать диз топлива будем добавлять бак в разных пропорциях но перед этим нужно слить весь бензин чтобы понимать соотношение делать это будем напрямую через насос то есть отключим рампу и выведем шланг в канистру в итоге слилось у нас ровно 5 литров и все закончилось то есть бак полностью сухой в общем я сгонял на заправку взял немножко соляры и сейчас мы отольем ее в бутылку примерно пол-литра если кто-то вдруг сомневается что это именно соляра то смотрите воспоминения нет в общем зальем сейчас эти пол-литра соляры в нашей 5 литров бензина тем самым мы получим тут одну десятую часть и посмотрим как это сейчас повлияет на работу двигателя если честно разницы я особо не ощутил двигатель как работал так и работает но делать выводы еще рано давайте-ка прокатимся для того чтобы понять улучшилось ли ускорение ведь и данные на чистом бензине у нас уже есть это около восьми секунд до 60 километров в час и посмотрим как будет сейчас так вот я вам скажу что показатели стали значительно лучше то есть разгон стал быстрее примерно на одну секунду интересно сейчас давайте едем обратно в гараж и бахнем еще пол-литра ну или сразу литр интересно как сейчас у нас поедет машина но перед этим немного рекламы у меня довольно часто спрашивают какие запчасти сейчас ставить на свой автомобиль и где его лучше обслуживать так вот я советую только то что проверил лично поэтому обратите свое внимание на производителя евро и репар евро и репар это международный бренд который на рынке уже более 20 лет при этом он имеет премиальное качество хорошую репутацию и множество положительных отзывов к тому же у евро и репар есть запчасти на большинство автомобильных брендов представленных в нашей стране в ассортименте вы найдете как расходники такие детали подвески тормозную систему масла ну и не только выпускаются они со строгим контролем качества ведь не зря евро и репар дают гарантию два года на все свои запчасти конечно же кроме расходников к тому же на каждой упаковке стоит и международная система защиты от подделок ну а главное они на 30 процентов дешевле чем любые другие запчасти того же качества как видите я даже для своего личного авто заказал детали именно этого производителя потому что знаю что они меня не подведут и кстати у этой компании есть еще и станции техобслуживания евро репар кар сервис там также соблюдается строгий контроль качества выполненных работ и действует честное ценообразование а записаться можно даже онлайн на официальном сайте теперь вы знаете где обслуживать свой автомобиль и какие ставить на него запчасти но чтобы вы точно ничего не забыли все ссылки оставлю описании под этим видео и так на бодяжи ли в бак мы получается одну пятую часть соляры и давайте посмотрим как это повлияет на динамику так вот сейчас разгон стал уже хуже хотя если честно это ожидаемо ведь при повышении оборотов мотор даже начал спотыкаться в первом случае тоже не совсем все понятно хоть и были заметны улучшения но мне кажется это не без последствий ведь машина как-никак начала сильнее дымить и скорее всего такой смеси будет очень много нагара ведь для полного сжигания солярки нужны немножко другие условия то есть больше сжатия и воздуха и вообще вот эти вот улучшения мне кажется что связаны со снижением детонации то есть и двигатель начал выполнять больше полезной работы точно такой же эффект достигается методом добавления ацетона вот только нагара от него уже не будет так что если вы залили где-то некачественный бензин по случайности то и скатать его без последствий поможет именно ацетон наливают его пол-литра на 30 литров бензина и с этим я думаю мы уже разобрались все-таки хитрость старых мастеров с добавлением диз топлива не совсем оправданно и так и ради интереса давайте посмотрим сколько можно налить соляр в бензин чтобы машина продолжала работать поэтому давайте бахнем в бак еще два литра соляра и с учетом наших поездок это наверное получается 50 процентов так вот несмотря на такое количество диз топлива машина все равно заводится хорошо работает и даже ездит хоть и немного дымит и подстраивает вот если честно это вообще неожиданно ну это ладно заканчиваем развлекушке сейчас сливаем всю эту бодягу нальем нормальный бензин и попробуем наладить систему подачи воды это должно улучшить работу двигателя но еще его очистить так что давайте пробовать для этого возьмем какой-нибудь стеклянный бульбулятор нальем туда воды и подключим на вкусной коллектор ведь тут как раз для этого есть специальный штуцер ну а подачу будем регулировать вот таким вот зажимом в общем смотрим что с этого получится итак посмотрите в момент булькания тут происходит активное испарение воды и всасывание его во вкусной коллектор давайте сейчас тоже прокатимся и посмотрим добавится ли мощность такой подачи пара ведь сделать емкость больше никто не мешает и можно будет постоянно ездить с подачи воды но к сожалению никакого эффекта я не заметил разгон плюс-минус как в стоковом варианте эх к сожалению это так не работает но может быть хотя бы цилиндры стали чище сейчас давайте выкрутим свечи и проверим это так вот конечно вроде бы есть какие-то изменения но не такие значительные чтобы этим вообще заниматься так что с подачей воды опять минус хотя может быть с этим бульбулятором нужно поездить дольше в общем с подачей водного пара тоже все понятно еще хоть и не хочется об этом думать очень скоро наступит зима и полетят белые мухи соответственно опять начнутся проблемы с топливной системой ну то есть с конденсатом и водой в баке и многие опять же начнут наливать спирт но опять же если провести соответствующие опыты то спирт эту проблему не решает он хоть и понижает температуру замерзания воды но вот вывести из бака таким способом не получится ведь спирт с бензином не перемешивается и поэтому продолжает плавать на дне вместе с водой поэтому более эффективно будет использовать специальную химию для выведения влаги из бака такие опыты мы с вами тоже уже проводили поэтому можете посмотреть их на канале ну а исходя из всех опытов можно сделать вывод что в бак помимо бензином допускается наливать определенные составы вот только необходимо понимать что именно и для чего это нужно если хотите увеличить мощность то лучше не стоит ведь скорее всего в составе будет свинец который уничтожит вам свечи и форсунки если же вы хотите сделать промывку топлива на системы туда бывают рабочие составы но опять же это поможет только в том случае если проблема в смываемых отложениях на форсунках если же они изношены или уже слишком сильно забиты то опять же поможет только ремонт со снятием поэтому прежде чем осуществлять какие-то действия со своим автом подумайте для чего и зачем вся эта информация если что есть у меня на канале можете зайти в раздел видео и все там найти полезной информации прав в том просто куча ну а на сегодня у меня все спасибо за внимание и пока